Давайте сегодня вспомним былое. Если вам больше интересно, если будет неинтересно, можно свистеть, вставать, продавать, выходить. Значит, это не концерт. Не знаю, здесь нужно все, что вы хотите. Даже снимайте на айфон, вешайте. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что раз такое количество долгих друзей и людей, которым это интересно, собралось. Давайте будем смотреть слайд, как в Таганроге в старые долгие времена, лет так 40 назад, 40-35. Вот. И я думаю, что до того, как я буду в Казань, вы обо мне ничего не знаете. Вот. А я вам очень быстро постараюсь рассказать. А когда мы закончим просмотр, мы прослушиваем какие-то трек, которые мне показались очень важными, фоносными, я объясню почему. Тогда мы сможем поговорить, вы сможете задать вопросы друзья. В общем, мы можем все, что мы хотим. Как вам будет интересно. Я очень надеюсь, что в конце концов будет интересно. Это мой прадед. Его звали Владимир Юлий Васильевич, ясно. Он был трагически убит в 1910 году в своем собственном, я не знаю, это была такая таберна, ресторанчик, в котором мы сняли бильярды и офицеры играли. Его застрели случайно, причем пуля попала в сердце, за буквально несколько дней до рождения моего девушки. Вот, собственно говоря, из самого ближайшего, далекого родства, вот это единственная фотография, которая сохранилась, и я ее очень любил. Моя бабушка. И давай дальше. Вот это слева и справа дедушка, бабушка Евгений Владимирович Феодора Валентиновна. И это мой первый подросток. Мне здесь десять месяцев. Токотропка. Юг, море, жара. И так, в общем, продвигался я по жизни. Я с мокрым чубом где-то бегал, и меня остановили, сказали, надо фотографироваться. Я мокрый совершенно. Кто-то мне сделал так, повязал бантик. Это не мой бантик, я точно помню. У меня не было. Это было для всех одинаковое галстук. Вот, ты не гони, пожалуйста. Я еще не все сказал. Значит, вот в таком возрасте я попал в первый класс школы номер девять города Таганрога. Это была специальная школа. Она была английская. Я не знаю, почему. Родители решили, что я должен, помимо музыки, еще с пяти лет я начал заниматься музыкой до школы. Они решили, что я должен платить английским. И у меня, кстати, неплохо пошло. Я был любимым учеником своей учительницы по английскому. Но благодаря Валентине Васильевне Волковой я, в общем, и стал музыкантом в конечном итоге, потому что я ее называю моей музыкальной мамой. Она эту бациллу во мне, конечно, очень сильно развивала. невероятного любовного отношения к звукам, композиторам, к музыке вообще. И она не случайно тоже здесь, в этом ряду. Это как раз вот кадр, где мы очень скромно справляли пятьдесят лет. Валентине Васильевне Волковой